Тезероги, доброго вам времени суток, меня зовут Ева Лехцер, я вас приветствую на своем канале и для вас снимаю ваш второй прогноз на неделю, в период с 22 по 28 ноября 2021 года. В работе сегодня у нас Визит Стеро от Барбары Мур и вспомогательная это Оракул Магия Сердец от Оксаны Раукрас. Итак, настраиваемся на расклад, на получение информации. Карта прямо у вас выходит сама, ну хорошо, оставим ее как фоновую. И будем смотреть, какой же событийный ряд вас ожидает. Позитив недели, негатив недели, совет от карт. Что у вас здесь? Итак, смотрите, башня, шестерка кубков, пятерка пентаклей. Для кого-то это могут быть вопросы раздела имущества, конфликтные ситуации. По поводу, в принципе, получения наследства. Либо здесь, знаете, будут какие-то проблемы с вступлением в право наследования. Потому что, видите, у вас основная карта выпала правосудие. Это как что-то решать в рамках юридического поля. У кого-то это, знаете, если у вас бракоразводный процесс, то могу сказать так. Будет здесь на эмоциях. Вы скажете, что здесь позитивного? Потому что здесь вот эти вот карты, которые ложатся, они говорят о том, что вы сможете, видите, солнце даже дотянуло, сделать так, чтобы они вас оставили с голой попой, а непосредственно в вашу вторую половину. Потому что здесь вот вы идете в банк. Вот или все, или ничего. Вот такая вот позиция. Что здесь еще? По этим картам это заниматься ресурсами своих родственников. Сейчас объясню. Вопросами обеспечения, помощи, ремонта жилья. Или же в первую очередь, знаете, как перемещение ваших родственников на новое жилье. То есть помощь финансовая, помощь связанная, знаете, как с организацией, их может быть даже в какое-то учреждение, как вариант даже вплоть до того, что в больницу, то есть вытянуть человека из какой-то кризисной ситуации. Почему кризисная? Потому что пятерка Пентакли это когда у человека все, нет ресурсов, проблемы по здоровью. И вы за него вытягиваете вот эту вот ситуацию. То есть оказываете помощь, поддержку, содействие. Но здесь вообще карты у нас говорят в лучшем варианте. И карта правосудия у нас тоже говорит о вопросах оформления и переоформления. Поэтому здесь, например, вопросы дарственные, которые вы можете переписывать своим детям на недвижимость. Либо вы можете получить дарственную, да, но здесь как бы вот эти вот нюансы. Переписать, вступить, то есть взять какие-то на себя юридические обязательства. Это может быть вопросы перепланировки. И здесь может быть еще накал страстей с вашими соседями, попытки с ними договориться. Вопросы связаны с БТИ, ЖКХ и прочими-прочими моментами. То есть то, что вы будете решать в рамках правового поля. Например, ЖКХ насчитал вам какие-то неправомерные цифры. И здесь, ну вот по недвижимости, да, шестерка кубков и пятерка пентаклей. Решать ситуацию, чтобы вас не вогнали в долги. Решать в рамках юридического поля. Так, ну давайте смотреть ситуацию по всем сферам жизни. Начнем с личной. Если вы на данном этапе свободны, какая здесь будет ситуация? Тяжесть бремени. Потому что здесь по десятке жезлов, это знаете, как слишком умудренный опытом. И на меньшее вы не соглашаетесь. Более того, по шестерке кубков кто-то из вас до сих пор живет прошлым. Оно вам ятрит душу. К новым отношениям вы пока, увы, не готовы. Если вы находитесь в ситуации любовных треугольников, то здесь для вас паш пентаклей, это все-таки, знаете, как попытки оценить вашего партнера или партнершу отношением. Не с позиции монеты, как человек в вас вкладывается, а отношением, поступками. Ну как правильно сказать? Потому что паш пентаклей, на что человек готов тоже ради вас. Какой он готов получать опыт. Из-за этого здесь будут конфликтные ситуации. Еще для кого-то, как гром среди ясного неба, известие о том, что, допустим, там, ну, любовница здесь беременна, да, либо вы там в ожидании ребенка. И пятерка пентаклей, это озабоченность и озадаченность тем, а кто будет поддерживать финансово вас в этой ситуации, к чему вы придете. Если же у вас стабильные взаимоотношения, то есть вы встречаетесь, вы сожительствуете, либо у вас семья и брак, то здесь отшельник. Еще раз повторюсь, либо вы занимаетесь вопросами своих пожилых родственников, и вам будет не до личной жизни, либо это какие-то конфликты, уединения, ну, то есть поругались, например, с супругом, шестерка кубков, пятерка пентаклей, каждый закрылся в своей коморке, потому что здесь выжидание момента. То есть понять, стоит вам эти отношения продолжать или не стоит. Вы скажете, почему это падает в позитиве? На самом деле любой конфликт обнажает проблему, которая есть в партнерском союзе, и вы за счет своей мудрости, опыта, либо эту проблему решаете, идете дальше, либо, если вы не готовы действовать, расходитесь, как в море кораблей, и тоже избавляете себя от груза проблем, от ненужных людей, от ненужных отношений, от груза обязательств, которые вы не должны тянуть за другого человека и так далее. Если эти карты смотреть с точки зрения работы и заработка, на данном этапе вы не работаете. Например, вы в декрете, вы на пенсии или вы домохозяйка. То здесь поры царекубков. Смотрите, к сожалению, вы полностью финансово зависите от родственников. Башня быть дома безработица, шестерка кубков это от родственников. Поры царекубков вы довольны ситуацией, но пятерка пентаклей у вас нет ни подработок, ничего. То есть это полный вопрос безработицы и созависимой ситуации от ваших близких. Если же вы в статусе соискателя, то могу сказать, что здесь неделя, несмотря на ваши попытки подключить родственников, близких, знакомых, ваше окружение не увенчается здесь фотоустройством. Если же вы являетесь наемным сотрудником, конфликт, скандал, разрыв, увольнение, сокращение, это в худшем варианте. Почему это падает в позитиве? Наконец-то вы избавляетесь от гнета людей, которые вас подавляли морально или обесценивали вас как личность, или ваш труд, или платили три копейки, обманывали вас финансово, потому что вот избаваться от этой ситуации, все, завершите эту картину. Единственное, что здесь может быть, это для кого-то период безработицы, но по пятерке мечей это как ваше восстановление после болезни, потому что шестерка кубков, пятерка пентаклей, это еще как восстанавливаться, получать какой-то ресурс, какие-то силы, то есть вы можете просто быть на больничном и здесь не работать. Если же вы имеете свой собственный бизнес, как ситуация будет разворачиваться для вас? Король жезлов это амбиции, это какие-то высокие цели, но здесь вы будете крушить партнерские связи с теми, кто пытался выехать на ваши шеи, загребать жар чужими руками, либо реализовать себя за ваш счет. Это, знаете, такая позиция уже лучше в одиночку, чем с такими людьми, то есть это избавление от партнеров, которые не выполняли свои обязательства, либо которые уже перегибали палку. В плане состояния здоровья обращайте на опорно-двигательный аппарат, на вопросы гипертонии, а также все, что связано с лимфотоком и кровотоком. Для вас это наиболее значимо. Ну и еще, конечно же, шестерка кубков и пятерка пентаклей у нас несут информацию о заболеваниях, которые вы можете подхватить от детей. И это, в принципе, допустим, наследственные какие-то заболевания, которые были в хронике, в стадии ремиссии, но теперь, например, проявились. Так, что у нас в негативе? Какова здесь ситуация? В негативе восьмерка жезлов, император пажмичей. Ну, во-первых, это у кого-то попытки держать дистанцию, высказать все то, что у вас накипело, потому что пажмичей вы собрали информацию, есть факты, есть чем уколоть, есть что показать. Император, это знаете, как авторитетно отстаивать свою точку зрения. Это в первую очередь могут быть споры, потому что восьмерка жезлов, это воля из явления, тут стрелы, слова как стрелы летят, понимаете, это как высказать. Это могут быть, кстати, еще какие-то ваши переживания относительно перемещения, переезда из серии, какова будет стабильность на новом месте. Это, в принципе, проверки вашего партнера, личного, либо делового, на прочность, на то, как вам человек относится. Почему я так говорю? Обратите внимание, здесь на восьмерке жезлов не просто так лежит тупо. Это изучение, либо, знаете, как появление информации, которая вас заставит делать какие-то активные действия и в первую очередь бороться за свою зону комфорта. Так, что у нас здесь в плане совета? В плане совета восьмерка мечей, карта ограничений. Когда вы связаны по рукам и ногам и не понимаете, что делать и как поступить. По факту же у вас есть возможность, потому что девушка здесь держит за этот вот узел. По сути, у нее есть перспективы распутать руки. То есть, как показывает Аркан, если есть какие-то препятствия, подходите к этому грамотно, не форсируйте события. Но любую проблему, любую ситуацию вы в состоянии решить. Да, это будет на конфликте, да, это будет под напором страстей, под накалом каких-то противоречий, выяснения взаимоотношений. Но это необходимо сделать, потому что и восьмерка мечей, и рыцарь мечей, это отсекать обстоятельства, это не действовать по эмоциям, это убирать ненужных людей из жизни, ненужные обстоятельства. Ну, давайте посмотрим на неожиданность периода. Какова здесь ситуация? Страсть, движение, месть. И дно колоды, видите, перетягивание каната, как конфликт, соперничество. Итак, вот видите, вот не зря то, что я сказала. Вот то, что вас сплочало, было вашей страстью, помогало вам двигаться. То есть страсть, которая перешла в какую-то ненависть, желание отомстить. Это может быть как в вопросах личной жизни, в вопросах делового партнерства, в вопросах дружеских взаимоотношений. Вот не зря здесь ложатся таковые арканы. Чувства, эмоции, которые трансформировались совершенно в другую ситуацию. Что вам со всем этим делать? Ну давайте посмотрим, стоит ли так себя вести. По картам, вот эта карта монашества, это, знаете, поступай по своей совести. Поступай, как знаешь, не следуй букве закона. Поступай по внутреннему наитию. Потому что монашество, это не только как бы служение Господу Богу и так далее. Это отрекаться от чего-то. Ну в частности, видите, она вот пошла даже на мужчину, не посмотрела. Но не только во имя высшего Я Господа Бога, но и во имя себя и своих собственных убеждений. Вот такая у вас здесь выходит неделя. Непростая, но тем не менее знаковая. В любом случае, все негативные арканы я для вас традиционно перекрою позитивными. Чтобы даже если вдруг у вас будут нарисовываться конфликтные ситуации, чтобы вы нашли общие точки соприкосновения и могли решить любую проблему, а если она решается в рамках правового поля, чтобы закон был на вашей стороне. Я вам искренне от всей души этого желаю. Вот таким выходит расклад для вас на последующую неделю. Для тех, кого интересует вопрос индивидуальных консультаций или же обучение на картах Таро, ссылочки на мои контакты всегда под любым из моих видео или в шапке YouTube канала. Я вас искренне благодарю за просмотр. С вами была Ева Лехцер. До новых встреч.